Женщины-военнослужащие сейчас не редкость. Они также на равных правах с мужчинами отдают долг родине, занимая различные должности. Сегодня на плацу областного военкомата состоялась торжественная церемония принятия присяги личного состава, вновь призванных на воинскую службу по контракту. В тексте военной присяги немного слов, но в них заложен глубокий смысл. Выполняя свой воинский долг, каждый солдат, пусть даже и хрупкая девушка, страницу за страницей пишет биографию своей судьбы, держит испытания на гражданскую нравственную зрелость. Слова священной клятвы перед своими командирами, товарищами, родными и близкими произнесли пятеро полноправных военнослужащих-контрактников. Сегодня очень особо важный день. Сегодня в торжественном виде приняли военную присягу. Также очень рада, что можем служить в рядах вооруженных сил. Наряду со мной еще сегодня приняли мои сослуживцы. Очень волнительный момент был в преддверии нашего праздника, ко Дню Независимости. В настоящий момент в рядах казахстанской армии служат и военнослужащие по контракту. Воинская служба по контракту – это не только особый вид государственной службы. Это авторитетная работа, дающая перспективы профессионального роста, обеспечивающая социальную защиту как самого военнослужащего, так и его семьи. Местные органы военного управления не так многочисленны. Но, тем не менее, для тех, кто сегодня был приведен к присяге, события значимые. Сегодня на базе Департамента по делам обороны Западно-Казахстанской области проводится в преддверии большого праздника Дня Независимости Республики Казахстан. Это большое мероприятие приведения личного состава, вновь призванных на воинскую службу по контракту, приведения их к военной присяге. С словами, с текстом военной присяги военнослужащий не просто читает это, но и дает клятву Родине, клятву своим командирам на верность служению своей Родине, Республике Казахстан. Это большое и значимое мероприятие, которое останется на всю жизнь в жизни военнослужащих. Но так получилось, что сегодня у нас приведены к военной присяге будут женщины военнослужащие. Но, как у нас в вооруженных силах говорят, у нас не делится женщина, мужчина, все мы являемся военнослужащим. Альбина Кумургалеева, Рустя Мощанов, Достан Уразбаев, телеканал Акжейк.